В 12 грехах обвинён Дуров. Мы разберём полный список, из-за которого могут отжать телеграм. Ливень на новой волне. Лепс отдал зонт молодой невесте Авроре Кибе, а Лолита прикрывала голову рукой. Почему над вами зонтик не несут? А потому что мы не любим. Я хочу вырасти, я как гриф. Урган с отцом поругался. Тот заявил, что не смотрел фильм с участием сына в главной роли. Плюс Чеботина психанула, отрезала волосы прямо на сцене. Самая яркая и интересная новость обсуждаем вместе. Чётко без воды. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Павел Дуров, основатель контакта и телеграма, продолжает сидеть во французском СИЗО. Обвиняют его в 12 преступлениях и по каждому как соучастника. Хранение и распространение запрещенки с малолетними, приобретение, перевозка, хранение или передача дури, организация мошенничества, предоставление оборудования, программ, данных для некоторых атак, администрирование онлайн-платформы, через которую проходили незаконные транзакции. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что за арестом Дурова нет никаких политических решений. Главное, тут судьи. Все же собак на миллиардера Павла Дурова повесили из-за того, что он не захотел сотрудничать с органами и помогать в раскрытии киберпреступлений. Однозначно же Павел Дуров именно поэтому и раскрутил телеграм, потому что пообещал всем свободу, безопасность и конфиденциальность. При этом чиновников тоже можно понять. Если есть некие нарушители, то важно их вычислить и посадить. Конечно, палка о двух концах. С одной стороны, хочется полной свободы в мессенджере, а с другой, если там запрещенки прут, пруди, то это ненормально. Руководство телеграма считает, что оно не должно нести ответственность за злоупотребление на этой платформе. Каждый сам отвечает за свой канал. То есть, по сути, как и в газетах, очень часто пытались на автора все сбросить. Типа, редакция не несет ответственности за мнение автора. Значит, телеграм станет чище, если по IP начнут определять злоумышленников, но тут-то может подорваться и доверие к этой платформе. Многие мессенджеры полюбили за безопасность, за стопроцентную гарантию, что все, что ты не напишешь, никто не сможет прочитать. Специальная шифровка, да и удалить-то диалог можно с любой из сторон. При этом быть уверенным в том, что нигде он сохранен не будет. Павел Дуров под стражей пробудет до среды, пройдет как раз 96 часов, а дальше должны принять решение либо же о продлении срока задержания, либо же придется его выпустить. Что думаете по этому поводу, напишите в комментарии. Сегодня день закрытия новой волны в Сочи. А вчера был очень экстремальный вечер, подмочил головы артистам. Почему над вами зонтик не несут? А потому что мы не любим, я хочу вырасти, я как гриф. Лолита не взяла зонт, поэтому прикрывала голову рукой. Лепс показал себя истинным джентльменом, отдал зонтик Хавроре Кибе, но в целом получилось все очень странно. Почему ее вел некий охранник, то ли кто, при том этот мужик видно, что и в кепке, и в капюшоне. То есть сам мог бы идти без зонта. Намного логичнее было бы, если бы Лепс взял зонтик вместе с Авророй, то и пошел. А вот этот мужик, пускай бы продолжал свое путешествие в капюшоне и в кепке. Кстати, появилась информация, что Лепс совсем скоро может перестать хвостом возить Аврору Кибу, а будет от нее некая польза в случае выпуска дуэтной песни. Заявил об этом музыкальный продюсер Павел Рудченко. Вполне допускаю, если она с Лепсом ездит, то просто 100% скоро будет на сцене. Что думаете по этому поводу, напишите в комментарии. Как раз тот случай, когда, как говорят, на сцену через постель. Иван Ургант не просто ведущий, который на слуху у каждого, но еще и представитель актерской династии. И мама, и отец, и бабушка все были знаменитыми. Ваня цепочку прервал. Два года назад, в 2022-м, в программе «Вечерний Ургант» предложил перенести спецоперацию лет на 700. С тех пор карьера стала колом. Более того, сейчас стало известно, что вроде как поругался он с отцом. Комсомолка пишут, что Андрей Ургант, то есть как раз-таки отец Урганта, заявил, что не смотрел последний фильм, где в главной роли снялся его сын. Как так может быть, что отец не видел работу сына? Он же просто не хотел видеть. Вот что он заявил. Стадо. Фильм «Во сне-то горько плакал» не видел, не могу за всем уследить, заявил отец Ивана Урганта. Вот так вот, как-то не может за всем уследить. Ваня-то относительно свободен. Сейчас выступает только на корпоративах. В образе Гриши поет, выходит с гитарой. На большую же сцену его не пускают, в том числе и на благотворительный фестиваль в Санкт-Петербурге. Сделано даже пожертвование, но с концертной программы слетел. Люсь Чеботина психанула на новой волне под песню «Лолит» и «Пошлю его на небо за звездочку». Отрезала себе волосы. А что только артист не дуть, лишь бы хайпануть. Оно и понятно. Одно дело отрезать волосы в парикмахерской, другое дело на сцене во время концерта, когда масса зрителей. На новую волну Люсь Чеботина приехал на крутом Мерседесе с брендированным зонтом, при том в белой шубке, вполне возможно подаренной новым мужиком. Отрезав волосы, она избавилась от плохой энергетики. Еще с Чеботиной 27 лет и говорят, что закрутила роман она с норвежцем, 28-летним. Необыкто это, оказывается, норвежский футболист. Матиас Норман под последней публикацией написал «Девочка моя». И та ответила «Твоя». Такие вот новости, друзья. Что думаете о Павле Дурове и Телеграме? Допускайте ли, что если мессенджеры отожмут, у многих пропадет доверие, и люди перейдут, ну, не знаю, в контакт или куда? Какие мысли о промокших Лепсе и Лолите? Что думаете о ссоре Урганта с отцом? И как оцениваете поступок Люси Чеботиной? Пишите все в комментариях, не стесняйтесь. Именно там мы вместе обсуждаем самые яркие темы. Находим истину. Обязательно оцените видео, чтобы увидели другие. Подпишитесь на канал. Очередной выпуск новостей уже завтра. Будет интересно. Можете подписаться на меня в соцсетях. Есть и в ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке. Есть возможность поддержать канал Номер карты. Ссылка на донат в описании под видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Шикарного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова